приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня я хочу вам показать мастер-класс как оплести края украшения бисера соединение или оплетение края украшения может быть различными способами сегодня я вам хочу показать как это сделать с помощью бисера и с помощью того чтобы бисер переворачивался лицом кверху он может быть боком может лицо существует всевозможно много разных способов вот буду показывать в как сделать вот такую оплетку вот вот похожая тоже видите вообще вот это черный бисер совершенно не видно как он соединяется потому что я это оплетала леской стараясь всегда леской вот таким оплетать вот здесь тоже чтобы вот так ложился бисер сегодня рассмотрим этот вариант для этого нам необходимо я сегодня буду не в украшении показывать а именно на примере вот фетра кожи просто не в украшении чтобы нам было удобно и мы сейчас таким образом это оплетем для того чтобы оплести край бисером на понадобится бисер можно использовать 11 размер но я чаще всего использую 15 чтобы осмотрелась очень красиво края этот чтобы он был мелкий бисер можно и крупным но это будет более смотреться укрупненно как бы мелкий бисер более нежнее смотрится иголочка нужно ножницы и сегодня я возьму такие темные нитки специально чтобы было видно как это все будет в оплетении для этого нам необходимо ниточку вставить в иголку и приступить к работе вот мы в деле иголку нитка в одно сложение я чаще использую в основном как больше я использую леску чтобы не было видно но сегодня хочу показать чтобы вы видели как это будет выглядеть вот предположим на этой стороне у нас какое-то украшение здесь кожа и мы берем и первое делаем как бы отстраняем кончик фетра и вдеваем на расстоянии ну где-то полтора-два миллиметра в кожу иголочку чтобы узелок он вошел вот сюда под кожу потом мы прикладываем фетр кожи узелок туда прячем и еще раз проходим только уже через фетр и выходим в эту же дырочку или рядышком там практически чтобы видно не было и делаем узелок обхватываем ее и делаем узелок и получается вот такое мы закрепили как бы фетр начальный и кожу вот смотрите что получилось теперь мы берем захватываем одну бисеринку 15 размера отступаем расстояние этой бисеринке где-то на 1 миллиметр и проходим сквозь фетр и кожу конечно она здесь будет сейчас плавать не так будет хорошо именно видно как на украшении но здесь зато можно сделать другими нитками чтобы было видно все проходите и смотрите вы берете иголочку и совы эти прям в эту бисеринку проходя через нее и подтягиваете ее вот таким вот образом вот и она своим центром поворачивается к верху берете вторую бисеринку отступаете миллиметр старайтесь делать ровные проколы ровные тоже как будто вы по прочертили линейкой линию и старайтесь таким же образом протыкать опять входите в эту бисеринку подтягиваете нитку вот таким вот образом и получается вот что бисеринка переворачивается лицом вверх и соединяет своим вот этим овальчиком круглешочком соединяет фетры кожу и как бы прикрывая вот этот край и соединяя тем самым берем следующий бисеринку и таким образом проходим все здесь просто смотрите кожа ездит если она уже будет приклеена на соответственно ездить не будет в украшении поэтому за это можно не переживать здесь вот старайтесь ровно но так как я чаще вот делаю поэтому советую леску специальную тоненькую ниточку которая не видно и если даже где-то вы сделаете больше или меньше расстояние на не страшно потому что совершенно не видно вот таким вот образом вот вот получается вот такое ровное если у вас бисеринка 11 размера соответственно больше вы делаете расстояние равное именно бисеринки значит нужно расстояние сделать больше если вы предположим смотрят для кого украшения будете обшивать крупным бисером восьмеркой например или шестеркой то соответственно оставлять крупнее расстояние вот таким вот образом вот вот видите если перевернуть посмотрите как ровненько смотрится не видно ни кожи ни фетра все ровно таким вот образом очень интересный вариант я 90 процентов использую именно такой не боками потом следующий раз покажу как именно если торцом ставить бисеринки или боком как правильно сказать но мне больше нравится этот вариант потому что оно смотрится ровненько красиво и закрывает все что нам не нужно и соединяет тем самым вот таким вот образом продолжаем дальше вот посмотрите я уже оплела все осталось только чуть-чуть сейчас покажу как закрыть край вот так вот получается вот видите все бисеринки направлены вверх ни фетра не видно ни кожи не видно любой можно оплетать и бархат и вот все что из чего состоит украшение соединять можно если допустим предположим у вас толстый фетр нужно так именно в украшений или кожа вы можете взять тогда не пятнашку 11 размера чтобы она закрыла своим вот этим кружочком основанием бисера до закрыла фетр и кожу чтобы не было видно вот смотрите как это все утянуть вот осталось совсем чуть-чуть мы проходим опять соединяем и теперь последний вообще стараюсь конечно на таких стыках не делать соединение это просто начала вот показывать вообще стараюсь где-то делать вот здесь серединке на ровной поверхности если есть какие-то переходы никогда не начинайте самого начала потому что лучше чуть дальше начать от предположим вот это брошь не начинайте у самого края начните где-то в серединке чтобы потом легче было по прямой соединить показываю самый сложный вариант вот предположим если нужно именно вот в этом стыке вы продеваете сюда последнюю между 1 2 1 и последний вот и вот таким вот образом соединяете и смотрите вдруг там какая-то не подходит значит нужно еще одну бисеринку смотрите по хорошему суда встанет еще одна бисеринка вот мы берем так как это будет леска она не будет видно что она здесь соединяется ничего страшного в этом нет что где-то она будет можно же в это же пойти можно же рядышком вот и берем смотрите последнюю протягиваем бисеринку она садится рядышком и мы иголку вставляем в первую бисеринку сверху вот таким вот образом сверху вставили протянули и смотрите что получается это бисеринка подтягивает другую бисеринку и вы потом опять ходите вот в эту вот последнюю и получается такая утяжка вот смотрите сейчас произойдет хоп она соединила первую и вот эту последнюю вот соединение произошло все потом можно делать разными способами можно также войти в следующую бисеринку вот таким вот образом зайти и потом где-то ее спрятать но предположим вот здесь же будет какое-то украшение до что вы оплетаете между кожей и фетром вот таким вот образом пройтись подтянуть как бы запутать еще вот здесь вот таким вот образом спрятать иголочку чтобы не делать узелки спрятать иголочку в украшение только смотрите не зацепите кожу таким вот образом все в одну сторону в другую здесь же будут украшение не будет видно вы через бисеринки как-то проходите здесь будет все понятно как это делать как закрывать в общем несколько в одну сторону в другую сторону все обрезаем и все готово вот посмотрите если приглядеться вот таким вот образом происходит ниточка идет и ровной полосочкой разделяет бисер таким вот образом вот и с этой стороны также но так как я еще раз говорю вот здесь будет украшение именно леской сделано вообще ничего видно не будет вот таким вот способом я оплетаю свои украшения очень им довольна мне нравится как она все соединяет все красиво поэтому всем советую такой метод следующий раз рассмотрим другой метод спасибо что смотрели это видео всего самого хорошего до новых встреч